Рыболовные сети Власти стали главной причиной гибели Каспийского тюленя в Мангистауской области. К такому выводу пришли эксперты Отечественного института гидробиологии и экологии. Прошлой осенью несколько тушек млекопитающих обнаружили на побережье Актау. Их выбросило на берег после шторма. Тогда местные жители забили тревогу. Приведя экспедицию на тюленних островах, специалисты обнаружили около трех тонн брошенных сетей. Пока местные власти пытаются бороться с браконьерами, по вине которых ежегодно умирают десятки морских животных, экологи организовывают субботники в районе Лежбищ. Подробности в материале Динары Нургалиевой. Новый морской подгорный рыбачий и куалэ. Этот архипелаг в прошлом играл большую роль в качестве Лежбищ сотни тысяч особей каспийских тюленей. Сейчас их популяция значительно уменьшилась. Один из факторов гибели животных – рыболовные сети, оставленные браконьерами. Млекопитающие легко запутываются в них и носят их обрывки на себе, что впоследствии также приводит к летальному исходу. Местное население тоже зависит от рыболовства. И запретить им нельзя, потому что многие, я думаю, живут на этом. То есть надо разрабатывать механизм, чтобы эти брошенные сети не бросались рыбовыми. Они собирались, приводят человека для своей работы. Он также должен возить, разработать с местными аккоматами, допустим, скажем, Баутина, чтобы были места сборов, чтобы люди, которые рыбачили, чтобы они эти сети обратно приносили и складировались в места сборов, которые будут в последующем убираться. Приучить местных рыбаков убирать за собой сети. С таким предложением экологи обратились к местным властям. Ну а пока группа исследователей отправилась на изучение мест обитания морских животных. На Тюлених островах до 28 сентября будут проводить субботники. Необходимую спецтехнику по морю уже доставили на архипелаг. В прошлом году ими было найдено 500 рыболовных сетей общим весом 2850 килограммов. В 2019 году осенью, в сентябре, октябре, в течение трех недель проводились эти работы. Эти исследования были на всем побережье, на побережье острова Чубкараган. Длительность маршрута составила исследование и уборки составило 94 километра. 6,5 тонн – это был мусор, в том числе пластиковый. Пробы воды были взяты и был найден микропластик. Это впервые в Каспийском море. Каспийский тюлень является замыкающим звеном пищевой цепи, говорят экологи. Выброшенный в море мусор может также отразиться на численности млекопитающих. Экологический проект по сохранению биоразнообразия казахстанской акватории Каспия продлится до следующего года. Эксперты надеются, что в скором времени этот вид включат в Красную книгу, что позволит сохранить в регионе популяцию тюленя. Динара Нургалиева, Ренат Дусалиев, Магисталская область, Хабар, 24. Спустя десятилетия в озере Саумалколь вновь появилась рыба. Весной рыбоводы на свой страх и риск запустили в соленые воды водоема 3,5 миллиона штук личинок пеледи. Мальки прижились, но пока на нерест арендаторы озера не рассчитывают. Как история легендарного, озеро получило продолжение. Наталья Волкова расскажет подробнее. Местные жители помнят переданные из уст старожилов села истории, как легендарное озеро Саумалколь помогло сельчанам справиться с голодом в военное время. Тогда окунь был основным блюдом на столе. Помнят они и как озеро обмельчало, и как рыба пропала. До тех лет в водоеме уживались до 8 видов рыб, но позже его площадь стала сокращаться. Берег ушел на 200 метров вниз, глубина уменьшилась до 3 метров. Концентрация соли в воде стала непереносимой для пресноводной рыбы. Более 70 лет соленые воды Саумалколя не привлекали рыбаков. Озеро в простонародье было названо мертвым, но в этом году в нем вновь появилась жизнь. И более того, пропал запах, который долгие годы беспокоил местных жителей. Недавно вокруг озера открылись родники, по которым в водоем вновь приходит пресная вода. Исследуя акваторию, рыболовы поняли, что такая среда оптимальна для озерно-речной пеледи. Купили российский рыбопосадочный материал и в конце апреля начали зарыбление. Шансы на успех были невысоки, но малек успешно прижился. Серега, ну что, как там сегодня улов? До такой погоды улов более чем отличный. Ну да, серебро Саумалколя. После нашего приезда очень сильно заинтересовались, приезжали, спрашивали, действительно ли это правда. Подходили так же, как и вы, на берег, то есть видели, что мы вывозим непосредственно рыбу с озера. Конечно, от местных жителей мы слышим только слова благодарности за то, что вот нашлись такие, грубо говоря, отважные предприниматели, которые не побоялись и запустили в их озеро рыбу. Физические показатели пеледи сами рыболовы называют гастрономическими. Вот эта рыба на вот этом озере на данный момент по области считается самой крупной по навеске. Вот если вот взять рыбку, вот на весы положим ее, вот на 200 грамм. Ну то есть какая-то крупнее, какая-то мельче. Зарыбление озера помогло избавиться и еще от одной проблемы – неприятного запаха, источающего водоемом. Рыба, которая имеется в озере, которая выросла в озере, она, естественно, потребляет в пищу вот эту зелень, которая раньше не давала покоя жителям этого данного районного центра. И летом от озера зловонный запах исходил постоянно. В данный момент озеро очищается благодаря вот естественному фильтру. Арендаторы озера выловили уже 16 тонн пеледи. Это значит, что часть затрат предприниматели уже возместили, пока на 3%. Надеются увеличить цифру до 10. На следующий год собираются задержать на озере снег. Запасы талой воды снизят концентрацию соли и улучшат микрофлору для рыбы. Наталья Волкова, Руслан Алиев, Хабар-24, Северо-Казахстанская область. В октябре насчитали больше 330 тысяч деревьев. Специалисты провели инвентаризацию и создали единую электронную базу данных зеленых насаждений. Теперь у каждого дерева есть свой паспорт, в котором указано его местоположение, вид, возраст и стоимость. Учитывая резкоконтинентальный климат, в областном центре лучше всего приживаются вяз мелколистный и клен. А всего в городе растут почти 60 видов деревьев, в том числе и краснокнижные. Черная льха, дикорастущий абрикос и дуб чересчеты. После того, как проект полностью завершат, специалисты подготовят рекомендации по уходу за зелеными насаждениями. Кроме того, будет ясно, где и какие виды деревьев и кустарников лучше всего сажать и сколько средств потребуется на уход за ними. На сегодняшний день администрация города по завершению наших работ получит инструмент, который даст им возможность контролировать полный учет зеленых насаждений, проводить те или иные мероприятия по зеленым насаждениям в части обрезки, полива и других каких-то санитарных обработок. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента. Там сообщается, что решение по санкциям было принято в связи с невыполнением Тегерана в своих обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий. В результате были восстановлены практически все ранее отмененные санкции Совбеза ООН, включая оружейное эмбарго, запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет, а также на передачу Ирану ядерных и ракетных технологий. Глава Госдепартамента также пообещал в ближайшие несколько дней объявить о дополнительных мерах по укреплению вновь введенных санкций. Несколько сотен людей в Бухаресте приняли участие в акциях протеста против обязательного ношения учениками масок в школах. Демонстрация состоялась в центре румынской столицы. Участники, многие из которых пришли с детьми, требовали отмены карантинных ограничений в стенах образовательных учреждений. При этом протестующие не соблюдали социальной дистанции, не надели маски и превысили допустимое количество участников общественных собраний. По данным местной жандармерии, штраф за эти нарушения может составить 520 евро. Комментируя прошедшие акции протеста, премьер-министр Румынии Людовик Орбан напомнил, что школьникам необходимо носить маски на уроках, чтобы защититься от вируса, и выразил сожаление из-за несогласия некоторых родителей. В Лондоне акция протеста против очередного локдауна превратилась в столкновение со стражами порядка. Около тысячи человек собрались на митинг у Трафальгарской площади. Люди выступали против планов правительства ввести локдаун. Но вскоре после начала акции между демонстрантами и полицейскими начались стычки. В ходе столкновений задержаны 32 человека. Напомню, ранее стало известно о намерениях властей Великобритании увеличить размер штрафов за нарушение самоизоляции до 13 тысяч долларов. Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил ужесточение карантинных мер из-за роста заболеваемости. Всего в королевстве зафиксировано почти 340 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Дональд Трамп одобрил сделку между компанией Oracle и TikTok. Ранее он выступал против сохранения контрольного пакета акций американского сегмента TikTok китайской компании ByteDance. Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер отметил, что приобретение сервиса компании Oracle решит проблему нацбезопасности страны. Кроме того, это позволит приложению продолжить работу на территории США. Напомню, несколько месяцев назад американские власти обвинили разработчиков китайского приложения TikTok в пионаже в пользу спецслужб КНР. В августе Трамп под угрозой запрета приложения потребовал продать TikTok любой американской компании в срок до 15 сентября. В качестве потенциальных покупателей изначально назывались Microsoft и торговая сеть Walmart. В Зайсане Восточно-Казахстанской области свели к минимуму число семей, ожидающих своей очереди на жилье. Сейчас в списке очередников 137 семей, но уже скоро 100 из них отпразднуют новоселье. В городе в рамках реализации программы Нур-Лейжер завершают строительство одной многоэтажки и 22-х квартирных домов, которым прилагаются по 10 соток земли. Площадь каждой квартиры в таких домах 106 квадратов. Первые 16 семей получат ключи уже этой осенью. Для многодетной семьи очень хорошие квартиры. Строятся они из газобетонных блоков и обшиваются силикатным кирпичом. Большие светлые комнаты, большая кухня. То есть создаются оптимальные условия для проживания большой многодетной семьи. Все эти дома будут выданы многодетным семьям. До 1 октября будут сданы в эксплуатацию 8 двухквартирных дома. Таким образом, собственное жилье вскоре обретут 16 семей. Все эти дома подключены к центральному газо, водо- и электроснабжению. Здесь будет установлено уличное освещение, проложен асфальт. Половина социально уязвимых семей Павлодара, проживающих в частных домах, нарушает правила пожарной безопасности. Сотрудники ЧАЭС дают рекомендации и устраняют нарушения на месте. Но ситуация не улучшается. И периодически вспыхивают пожары. Все подробности в нашем следующем сюжете. Это повторный рейд по частному сектору Павлодара. Из 414 домов в 125 пришлось устранять нарушения на месте. Притопочный лист. Он должен быть в 50 на 70 размерах. И вот в рамках празднования в этом году, 25 лет создания служб ЧАЭС, и в рамках вот этого мы дарим вам притопочный лист. То есть здесь перед печным отоплением нужно будет его восстановить. Но такие подарки бывают не всегда. Зачастую нарушения банальные, а последствия трагичные. Недавно в селе Розовка из-за неисправности печи загорелся дом. При тушении огня пожарные вынесли газовый болот. К счастью, обошлось без жертв. Поэтому трагедию легче предупредить, считают сотрудники департамента ПЧС. Мы используем датчики угарного газа. Данные датчики на ранней стадии. То есть если концентрация угарного газа превышает в комнате, то подается ответственный сигнал. Но опять же, эти датчики не являются панацеей для спасения, скажем так, семьи. В первую очередь надо будет обезопасить свою семью. Это элементарное требование провести в рамках пожарной безопасности. Это заделать щели в печи, очистить дымоход. У хозяина этого дома оказалось все в порядке. Мужчина скрупулезно относится к печному отоплению. Между дымоходами и потолком, расстояние там все собрали, чтобы не загорелось. Для себя же строили. Изоляцию сделали все. На крыше и здесь тоже все. Займесячник пожарной безопасности удалось охватить свыше 10 тысяч частных домов. Основное внимание уделяется на так называемые дома повышенной опасности. Мы берем на учет садоводческие кооперативы, ввиду того, что сейчас очень много населения выкупает дачные утязки и там строят дома. Соответственно, при строительстве домов они также очень плохо относятся к своей же безопасности, к культуре своей безопасности, что и приводит потом к трагическим последствиям. Точное число частных домов в Паладаре неизвестно. Сейчас сотрудники ЧС ведут их учет, после чего уже появится хоть какая-то статистика. За последние пять лет в Акмолинской области закрыли четыре детских дома. Больше тысячи детей, оставшихся без родителей, забрали приемные семьи. Как в регионе решают проблему детей-сирот в материале наших респондентов? В регионе сейчас насчитывается еще четыре госучреждения для детей-сирот. В них воспитываются около 200 детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята успешно осваивают навыки столярного дела, швейно-кройки и шитья. Также есть замечательный кабинет социально-бытовой ориентировки, где дети учатся простейшим жизненным навыкам. Для этого есть все необходимые условия, оборудованы всеми необходимыми средствами техническими, современной техникой, бытовой, интерактивным оборудованием. Весь коллектив целенаправленно ведет ребенка к тому, чтобы в этом сложном мире он нашел свое место и смог дальше строить свою жизнь, быть успешным и достойным гражданином нашего общества. Воспитанники детских домов обеспечены продуктами питания и всем необходимым. За последние пять лет 300 детей-сирот получили квартиры, говорят специалисты. Еще больше 4000 воспитанников детдомов стоят в очереди на жилье. Это все зависит от того, сколько жилья будет построено. Зависимо от сдаваемой квартиры, количество строительства и сдачи квартир идет. Если будет больше сдаваться квартир, будет соответственно больше сдаваться. При этом, значит, соблюдается паритетность, что порядка до 20% жилья, значит, выделяется из числа сдаваемого, выделяется детям-сиротам. Сейчас государство оказывает всю помощь. Главное – особое внимание уделить воспитанию этих детей. Надо правильно воспитывать. А так как это государственное учреждение, нужно рассмотреть вопрос обучения на казахском языке, будь то центр или детский дом. В настоящее время 28 человек в Акмолинской области готовятся принять новых членов семьи. К слову, тем, кто взял опекунство над сиротами, государство оказывает помощь. Кроме единовременной выплаты в размере около 200 тысяч тенге, каждому родителю выплачивается заработная плата в 50 тысяч тенге. В Казахстане сегодня празднуют День матери. Праздник был учрежден в нашей стране в 2012 году. Его отмечают каждое третье воскресенье сентября. В этой связи агентство Хабар запустило челлендж «Анадей». В нем уже принял участие председатель агентства Ерлан Бекхожин. К челленджу присоединились представители СМИ. Журналист и телеведущий Азамат Кинже поддержал акцию и известный казахстанский дуэт Куралай и Мирас. Присоединяйтесь и вы, загружайте свое фото или видео, где вы целуете мамины руки с хэштегами «Анадей», «Аналаркуне» и отмечайте наш аккаунт. Лучшие публикации попадут к нам в ленту. Многодетная мама и участница конкурсов «Мисс Казахстан-2011» и «Королева планеты-2014» Ахнур Жумабаева считает, что День мамы – это особый праздник, это торжество любви, тепла и благодарности. О супермаме расскажет Шапагат Куатбекова. Ахнур Жумабаева – мать восьмерых детей, успешная леди и преданная супруга. Ее старшему сыну 20 лет. Юноша пошел по стопам своего отца. Он поступил в университет, чтобы стать нейрохирургом. Остальные учатся в школе, а самому младшему ребенку Ахнур всего полтора года. Призер «Миссис Казахстан-2011» и победительница конкурса «Королева планеты-2014» Ахнур Жумабаева считает, что главная миссия каждой женщины – дарить жизнь. И не только. Сегодня многодетная мать активно трудится на благо страны. Она юрист под уже 22 года и сейчас работает в сфере медиации. В классическом декретном отпуске почти не была. Признается Ахнур, нянчить детей помогали бабушка с дедушкой. А супруг всячески поддерживает ее во всех начинаниях. Женщина, она по природе должна подарить жизнь ребенку. Но помимо этого, я считаю, что в наше современное время женщина может быть и профессионалом своего дела. Она может занимать высокие посты и должности. Действительно, хрупкие женские плечи способны принять любой груз ответственности. Главное во всем соблюдать баланс, говорит Ахнур. То есть мама, как грамотный менеджер, должна четко распределить обязанности и ответственности между членами семьи. Причем это касается и походу в магазин, и уборки, и даже воспитания детей. Конечно, когда слышишь со стороны, что 8 детей, кажется, что это много и это так сложно. На самом деле, там, где есть трое детей, мне кажется, это самый такой период, когда дальше уже не страшно. Потому что дети подрастают и они уже помогают присматривать за младшими детьми. Она согреет даже тогда, когда холодно вокруг. Она сделает день светлым, когда пасмурно на небе. И любой хаос не страшен. Она всегда наведет порядок и в доме, и в душе. Потому что она мама. Потому что она главный человек в нашей жизни, говорят дети Ахнур. Шапогат Куатбекова, Кинджи Амраев, Хабар, 24, Алматы. 1150-летие восточного философа Аль-Фараби отмечают в этом году в Казахстане. И хотя массовые гуляния и концерты запрещены, на родине знаменитого мыслителя в Атераровском районе Туркестанской области решили по-особому отпраздновать юбилейную дату. Подробности у Рауля Габитова. Когда-то посреди степи, на территории современной Туркестанской области, располагался город Отрар. Крупнейший культурный и торговый центр. Сейчас на этом месте древнее городище. Именно здесь, в 9 веке, родился Абу Насыр Аль-Фараби, впоследствии прославившийся как математик и философ. Для современных отрарцев это культовая личность. В честь Аль-Фараби устанавливают памятники, строят парки. В этом году мы собирались провести масштабное празднование 1150-летия Аль-Фараби, но из-за карантина планы пришлось отменить. Вместо этого мы решили отремонтировать аллею, посвященную великому мыслителю и 29 другим ученым, выходцам из древнего города Фараб, который ныне называется Атрар. Кроме того, планируется обновить районный мемориал Касрет. Еще один проект, задуманный в рамках юбилейной даты, строительство малых архитектурных форм. Самую крупную из них установили на въезде в районный центр. Это объединенная скульптура Кобыза и Домбры. Стоимость проекта... Под монументом изображена карта исторических и культурных объектов. Все, кто приезжает в наш район, могут ориентироваться с ее помощью. Также здесь высажен газон и установлены скамейки для отдыха жителей. Еще одна местная достопримечательность – мавзолей Арстанбаб. Ежегодно его посещают сотни тысяч паломников. В планах местной власти – популяризация района как родины Аль-Фараби и таким образом увеличить приток туристов. Рауль Габитов, Ярбулат Абишов, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. Казахстан продолжает готовиться к финалу национального отбора детского Евровидения 2020. Песни юным исполнителям писали отечественные музыканты. По словам композитора Эдуарда Бергалиева, прежде чем выбрать жанр произведения, он познакомился с конкурсанткой Акжибек Монарбегзы и узнал предпочтение подростка. И только потом началась масштабная работа – написание музыки, текста и аранжировки. Творила целая команда. Что из этого вышло, уже совсем скоро услышит весь Казахстан. Напомню, финал конкурса пройдет 26 сентября в 18.30. Прямую трансляцию музыкального шоу можно будет увидеть на телеканале Хабар. Когда я писал, конечно, я писал для ребенка, но тем не менее я должен был охватить именно тот, скажем, сектор или критерий, по которому они выбирают песни. Поскольку молодежь, да и мы сами всегда двигаемся вперед и хотим быть частью мировой культуры. Конечно, надо было учитывать, что песня-то будет, дай бог, если пройдет, то это будет в Европе. То есть мы должны были быть как можно максимальнее адаптированы именно под стиль предпочтения музыки в Европе. Главные достопримечательности Берлина окрасились во все цвета радуги. 16-е по счету световое шоу проходит в немецкой столице. С наступлением темноты зрители могут увидеть более сотни инсталляций. В этом году в представлении участвуют 86 объектов. Среди них музеи, концертные залы, а также правительственные здания. Самые яркие шоу по традиции презентовали на фасадах Берлинского кафедрального собора, замка Шарлоттенбург и на Бранденбургских воротах. Отмечу, все массовые мероприятия в Германии отменены до конца года, но фестиваль света организаторам разрешили провести. Чтобы избежать скопления людей, в этот раз объекты разместили в разных частях города, а некоторые улицы перекрыли для автомобилей, чтобы люди, ходя по ним, могли соблюдать дистанцию. Отмечу, несмотря на пандемию, шоу под открытым небом собрало тысячи горожан и гостей. Мы рады, что фестиваль состоялся. Мы уже посмотрели более 10 разных инсталляций. Очень красиво. Я сама берлинка. Для нас это возможность посмотреть на наш город с другой стороны. Здесь мы чувствуем себя в безопасности. У нас с собой есть маски, мы их одеваем, когда видим, что людей вокруг много. Я был на этом фестивале в прошлом году. Шоу были длиннее, было больше эффектов, но людей было также много. Лично мне очень понравилось инсталляция на Бранденбургских воротах. Там динамичнее картинка. Что касается безопасности, то я решил на протяжении всего фестиваля не снимать маску. И на этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok